Видос с новогодней атмосферой на ваших экранах. Я уже играл на этом RPLive сервере, который очень похож на сампы, тогда я себе прикупил футболку с корги. Сейчас мы продолжим развиваться и посмотрим, что нас ждёт. А ждёт нас много контента. Буду рад вашей 1000 лайков, всем привет, с вами Теспа и вот эти ребята с Бусти. Всем приятного просмотра и аппетита. А спонсор этого видео Стронг Сталкер Сервер. Это сервер, посвящённый Сталкеру, над которым очень сильно постарались и где я уже много наиграл. Так что с уверенностью могу порекомендовать вам попробовать себя в шкуре Сталкера на этом сервере. Аномалии, артефакты, проработанные локации вас ждут. Ссылка на дискорд сервера в описании. Чё, дурак? Что это было? Я, наверное, сейчас отправлюсь на шахту, потому что у меня есть кирка, я немножко подобываю денег там, а дальше мы уже пойдём на лесопилку, потому что я посмотрел то, что в обнове там поработали на лесопилке, но появился какой-то новый квест. А все эти начальные квесты мне надо обязательно-обязательно не пропускать. А шахты на самом деле находятся далеко, далеко только для тех, кто идёт по мосту, вот так вот идёт, а близко для тех, кто сейчас переплывёт. И я сейчас этим займусь, чтобы сэкономить время, потому что это время тратит у меня голод, который надо восполнять. Оу, щит. Меня, к сожалению, дисконнектнул, потому что я немножко в файлах рылся, и сейчас я делал проверку кэша игры. И сейчас перезашёл, по чему он стоит. Вообще-то уж это NPC-шник на самом деле. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне незнакомы. А можете дать пару комментариев? Я просто с телевидения. А что вы хотите выхлышать? А мне пару вопросов буквально задать. Давайте. А меня зовут Александр. Как давно вы прибыли в штат? Довольно уже долгий срок прошёл. Недель, наверное. Ого. Ну и какие впечатления о штате нашем первое? Да живётся так и сяк, и вот так вот и не вот так. Хорошо. А смотрите, работу уже нашли или в поисках ещё? Вопросы есть? Всё. Понял, вопросов не имеем больше такого плана. Хорошо, спасибо большое вам за оставленные комментарии. Можете, кстати, поучаствовать. У нас тут конкурс, скоро будут проводиться всякие мероприятия. Ждём буквально с минуты на минуту. И что за конкурс? Я точно не знаю. Они не разглашали нам всех в тайну, как говорится. СМИ никогда не доверяют. Понятно. Ну и что, давайте подождём ваших организаторов, посмотрим. Давайте, давайте. Фига, автобус, конечно, красивый. Блин, ребята, если что, я вообще не знаю, что это никакое там, не то, что я там договаривался с кем-то, то, что там вот так вот будет или что-то такое. Как бы ребята знали, что я зайду. И вообще, единственное, что мне сказали, что будет какой-то ивент ограбления. Я, конечно же, на этот ивент пришёл, потому что должен получиться интересный контент. Но как это будет или попаду я вообще на этот ивент, это большой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. СМИ, Александр, можно задать вам вопрос? Очень хотелось бы сходить в карьер, потому что у меня кирка есть, и дальше на лесопилку посмотрю, что по эквестам, но это потом уже. Сбор на предновогоднюю вечеринку от Фернандо. Скоро начнётся сбор у колеса обозрения. Ребята, я зашёл в автобус. Это закрытый автобус, если что. Смотрите. Я вот так вот зашёл в автобус. Пропали все вещи, правильно? Посидим в автобусе. Вот так вот. Странные молодежно творятся у вас. Нормально все места нашёл. Ещё чего пришёл. Так, курение запрещено. Бам. Что это? Так он сам курил. Я-то возьму не одобрит. Е-мое что ли. Курение запрещено. Молодой человек, прекратите хулиганить. Что это за рука у него? ВТФ. Опа, приехал какой-то минивэн. Да, посчитайте. Что тут, блин, автобус поставил? Её просто насчёт. А у меня этот автобус страивает. Я бы автобусником поработал. Сто долларов. О, ещё один чего пришёл. Ты за сто долларов? О, Фернандо как раз таки. Смотри, у него снеговик. Ни хера себе. Значит, таков план у нас. Сейчас мы на вот этом шикарнейшем автобусе выезжаем и празднуем. Огромное спасибо заранее. Хочу сказать... Где? Где это? А где он? В общем, кто увидит Липтона, спасибо за стол, который он помог мне накрыть. Без него очень сложно было бы это всё устроить. И его ресторану. Да, да, да. В общем-то... Ну что? В общем, в целом, кто проголожался, сейчас могут подведывать очень сладких бургеров. Ну, имеется в виду Сочи. Хочу нас покормить, но, блин, халявная еда, это всегда хорошо. Так, ну всё, подумайте ещё. Давайте перекусим на дорожечку, а дальше уже поедем. Ты там сел. Подожди, иди туда, мальчик. А это тот человек, который стрельнул. А я тебя помню. Да, припоём это. О, всё. Ты чего? Так. Они газ замыли, серьёзно? Ё-моё, ёк-макарёк. Так, вот он, бурген. Кстати, одно из моих любимых мест в автобусе. Когда я ездил в автобусе, я всё время вот так сзади садился. Ихаем. О, двери даже, смотрите, закрываются. Нифига. А в конце поездки с нас с каждого счёт спишут по тысяче долларов. Я за кондуктора, деньги мне переводим. За всё сегодня платить государство. А я тогда помощник кондуктора. Пацаны, халяв. Я тебя уволю. А-а-а! Тихо-тихо, шо такое? Прикиньте, нас в арабство едут сдавать. И будет жопа. Ну всё, пацаны, сейчас их нам разденут. В этом гето и всё. У Чао тоже такие мысли, как у меня. Так, сейчас все идём за ручку. Просто опасные места. Давайте, пойдёмте. За ручку. Что-то пионерский отряд какой-то. Блин, я в этом гето ещё ни разу не был. Мы ведём свой прямой репутаж с самого центра событий. Здесь сегодня... Мы наверное будем забираться. Операторы тут. Здесь сегодня происходит новогодний конкурс. Что-то нас ждёт. Новогодний конкурс? Заброшенный автомобиль. Что же тут случилось? Ограбление? Убийство? Или же просто угон? А, слушайте, на этом даже путь можно. Красивая карта, конечно. Офига, тут ещё проход украшен по-новогоднему. Ё-моё. И я, конечно. Офига, тут унитаза не нашёл. Сзади вот с этой стороны. О, извините, ребята. Я немножко тебя заспойлерил. Там стол какой накрыл, вы видели? Ой, тут тоже. Нам тут вниз надо. Наверное, я не должен был туда заходить, как сюрприз для всех. А я заспойлерил. Тогда включить, проветрить. Нифига, салфетки, смотрите. Я не верю, чтобы я не нашёл. Ё-моё. Ты хочешь со мной в каюте жить? Зачем? Да, посидим, пообщаемся. Да не знаю я пока. Не особо хочется. Я вообще не планировал тут жить, если честно. Пацаны, не изменяйтесь. А у вас нет звонка. Ой-ой. Тебе сейчас пошатка. Ой-ой-ой. Давайте мы не будем, наверное, открывать двери чужими. Я себе взял каюту. Сотку. Мне кажется, она самая лучшая. Ты у меня за ней. То есть, за коей-ми укрывать? Всё, это моя каюта. На второй этаж все проходим. Ура, пригласили на второй этаж, там где стол. А мы уже поступочек. На второй этаж проходим. Ё-моё. У вас алкоголя много? Нет. Ничего себе. Блин, какая красота. Наверх, наверх есть алкоголь. Спорим отравлено будет. Вы даже не закусываете. Какая красота. Я вот тут вот сяду. Мне тут нравится этот домик. А вам не напоминает ничего? Это форма стола. Каждый кастер из своей изращённой. Волшеба же стола. Вам ничего не напоминает, ребята? На гитаре играет. Ну, я уберу гитара, потому что АП забанит. О, ещё сигарет. Смотрите, мне кто-то приносит халяву какую-то. Давайте. Насуждаю, если что, на всякие. Почему грузины не пускают в ресторан при свечах? Он тушит свечи и задаёт неуместные вопросы. Ну, анимации, конечно, тоже. Космические. Ну, один супчик мы с тобой возьмём. Нам пригодится. Смотрите, там у нас появляется просто... Медовуха появилась. Господи. Желаю всем, чтобы всё было у вас. Чё, конечно, конечно. Будем. Давай, давай. О, вот так вот. Нормально. Пошли, посмотрим, что у нас на третьем этаже. Есть ли там каюты какие-нибудь. Я не знаю. Камин? Чё, сидит грустит. Сейчас, походу, я слышал. Я послушал случайно. Ну, что дискотяка начинается? Чё ты тут сидишь грустишь-то? Давайте, давайте, давайте. Все смотрят. Вот, смотрю на звёздные. Так красиво. А, ну да. Каюты пойдём вдвоём. А чё ты в моей каюте делаешь? И на моей кровати. Потоптался и ушёл. Мы не одеты, не заходите сюда. А что вы там делаете, ребята? Пау, ты как дела? А это уже... Это не важно. Это уже совсем другая история. О, господи. Всё понятно? Эй, эй, тишина. Что там у них? Ё-моё. Шо это? Жесть. Всё, давайте. Всем спокойной ночи. Я думаю, это стоит. Не надо вернуться. Нагинайся. Включай прямой эфир. Открывайте. Давай, давай. Я открываю, убегаем. Побеждаем. Ссылку потом, пацаны, скиньте. Смешно. Опа. Ещё один, блин. Страшно. Да, уважай. Захар... Я сражаться буду. Уходить, уходить. Уходить. Уходить надо. Уходить надо. Труп был, труп был. Сгорелку его нашёл. Валялась на полу. Вообще сбор на верху. Может нам надо, как в фильмах, детективах, то, что нам нельзя покидать корабль, пока мы не узнаем, кто убийца. Так если был выстрел, у кого оружие есть? Оружие есть только у Липтона, получается. Ещё... Нет, я слышал звук беззадистов. Они свалили тебя. Я могу продемонстрировать. Ещё скажу то, что сигареты пропали. Четыре, блин, следующий будешь с ним. Я отсюда, ты следующий будешь, я тебя тоже пореждаю. У нас мишки. Происходит. Слышал, да? Слышал? Вообще, на плакатах уйдем. Суета тут пошла агрессивная. Ну, тут какой-то батон накидал. Халявный батон просто. А кто-то уехал? Я бы тоже, на самом деле, предпочел свалить. Я пошёл отсюда. Я потихоньку уплываю. Что-то тут какие-то мутки непонятно начали твориться. Батон я забрал. Выпивку я забрал. Всё-таки гетто район. Не всё так просто тут. Ну, я смотрел какой-то детективный фильм. Там тоже что-то было на корабле. Убийство на Ниле вроде называлось. Просто ужасно было это смотреть. Настолько было просто невыносимо. Вот чем-то не по невыносимости, а просто по вайбу напомнило. Типа, тоже же пароход какой-то на воде. И тоже убийство. Напомню, детектив. Ну, тот детектив был снят адски плохо, не знаю. Ой, мы в жопе, ребята. Что? Ё-моё. Там какая-то суета пошла. Ё-поё налево. Наверное, хорошо, что я ушёл. Там челики попрыгали просто. ВТФ. Слушайте, эта гей-вечеринка зашла куда-то не туда. Ё-моё, а это что? Чем-то катасан Андрес напоминает. Блин, где-то тут сделано очень красиво. Где-то райончик. Ё-моё, а это что было? Салют как будто. Я в шахту иду, мне кажется, в шахте будет безопасно. Надеюсь, там банкомат появился с прошлого раза. Нет, выстрелы до сих пор идут, эти взрывы. Жесть какая. Так, теперь надо камни ломать вот так вот. Мы ломаем камни, и из них падают разные ресурсы. Камни, которые мы добыли. Купить, продать первый левел. То есть мы еще угла можем как-то апать. Меди нам две выпало. Железо три. Уголь. Булыжник. Так, в итоге у нас деньги не попадали. Блин, я уже думал, что я пароль забыл, вспомнил. У меня было написано неверный пароль. Внести полностью. Внесено 350 баксов. Мы заработали, у нас тысяча. Отлично. Погнали сейчас на лесопилку сходим. Посмотрим, что на за квест. Ммм, лесопилка, кстати, она рядышком. Вот она, лесопилка. Я тут смотрел по карте. Вот так вот надо пройти. Мы дойдем до лесопилки. Даже не знаю, может, мопед взять. Хотя тут дорога быстрая. Можно не брать мопед. 150 баксов не хочется сейчас тратить. Е-мое, тихо-тихо, кто-то едет. Стой, 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 стой. Не хочет останавливаться. Все спросить, что за взрывы. Поехал дальше. Ну, дальнобойщика работа такая. Там не до взрывов. Там время, деньги. Надо чем больше покатаешься, тем больше заработаешь. Там же еще топливо, блин, расходуется. Вас приветствует агентство. Сегодня в городе Милтон открылся табачный магазин. Все желающие припупить. Правда, приходите рядом с автосовом бюджетных авто. Двухэтажное красное здание. Так, вот смотрите, стоит кто там еще стоит. Давайте поговорим. Продать грибы? Что-то такое грустное. Да, есть одно дело. Хочу сварить вкусный супчик грибной. Да вот, ни грибов нету. Не поможешь мне, в долгу не останусь. Лисички, опята, воду ему еще принести. А не много ли ты хочешь? Еще и пять патейта. Зато десять тысяч он дает. Это, слушайте, нормально. Ну, блин, я даже не знаю, что за супчик такой. Это супер грибной суп будет. Какое-то снаряжение. Бензопила 4500. Я не знаю, сколько тут бензопилу надо отбивать, чтобы она 4500 стоит. Жесть. Блин, а где я ему грибы найду? Десять косарей, блин. Десять косарей. Опа. Вот это первый гриб, что ли? Что это? Опята? Две штуки. Блин, мне может не вместиться на самом деле все. Ой, тут грибов много. Обалдеть, тут грибов, посмотрите. Еще опята. Еще опята. Так, это у нас все опята идет. Все опята. Тут опятная поляна. Так, мы сейчас опята все соберем. Так, это лисичка, походу. Две лисички мы нашли. Хорошо, лисички вообще незаметные. Так, опята. Так, еще три опята надо. Трое опят. Все, одно опято осталось. А место у нас заканчивается. Но придется пить. Придется вот эту настоечку выпить, чтобы место освободить. Боюсь. Блин, а где мне потейта взять? А вот потейта проблема. Это что, летная школа? И разбитый вертолет как бы намекает. О, лисичка. Капец, лисички незаметные. Предлагаю одну штучку опять съесть. Посмотреть, что с нами станет. Все грибы очень быстро появляются. Вроде все нормально, кстати. Где лисички? Лисичек вообще нет. Хера тут грибов, посмотрите. Тут реально какая-то грибная поляна. А лисички я только три нашел. О, я нашел лисичку. Да неужели? Лисичек очень мало. У меня пять штук сейчас всего-то. Ладно, погнали. Пока что сбегаем в табачный магазин. Посмотрим, что там да как. Блин, вот что-что карта тут сделана просто потрясающе. Мне очень нравится. А если мы тебя сейчас заковыряем, ты дорого стоишь. Ну ладно, мы не будем этим заниматься. Так, тут вроде бы в туннель надо будет идти. А, в какой ресторан? В наш самый знаменитый ресторан. А, все, понял. Хорошо. Спасибо. Пацану помогли с канистры, что ли? Я тут с хлебом стою. Блин, я тут, я вспомню, что тут это же реально может попробовать. Может попробовать с дальнобойщиком поработать? Командой трак. О, ля-ля, здравствуйте. 1200. Поработать? Ну да, здравствуйте. Дальнобой. Ну да. Груз, он же платный, да? Его же покупать еще надо будет. Груз, да, платный. Блин, проблема в том, что 1200, ладно, я возьму этот трак, но мне же еще надо вложиться в груз. И в этом проблема. Я не смогу заработать. Я, типа, просто куплю себе трак на время и ничего с этого не заработаю. Я подвезти. Че? Я подвезти. О, до Милтона давай. О, нифига себе. Тут-ту. Тут-ту. Че, не знаешь, где лисички можно найти? Лисички? Да. А ты на линги смотрел? Где я смотрел? На лесопилке. Да, но я там нашел немного. Там малый лисичек. Ну, не знаю, лисичек, я не часто приезжал. Тебя докуда там, где-то? Да вот тут-то. Спасибо большое. Ты че, мидь, захватить? Да не, не надо. Приходи лучше в табачный магазин. Там вот. В табачный магазин. Ладно, сейчас зайду. Если, конечно, говоришь. Хорошо. Так, я на стройку хочу сходить, посмотреть, что там на стройке. Ё-моё, а тут что? Модный магазин какой-то. Так, тихо. Дальнобойщики охерачат вовсю. Ё-моё, а это у кого-то там. Ну, здравствуйте. Можем мне, короче, камбургер и кофе. Кофе, латте. Вот, ты хочешь, ну давай. А, смотрите, а тут что у него бензопила? Я не хочу выяснить подробность, хотя надо бы. Слушай, а ты что-то, тот человек с парохода? Да, да, это я. Ты не знаешь, что там произошло? Там просто бабахи какие-то были. Не, я уехал, у меня это. Другой материал появился, я уехал, ваше заказ. Не хочет делать, не хочет. А, ну да, вот, смотрите, реально появилась. Банка краски. То есть теперь это всё подбирается. Платится деньги. Вот так вот. Нормально. Что за суета? А, пицца. Что-то ты в счёт, кровь пошла. Ну, типа-то кетчуп, паск. Так, 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 так. Что не открывается? Там ходы нет. Тут табачка. Мы сегодня с вами... Да, да, да. Вот то, что я положил, есть такие? Да, да. А сколько пачка стоит? 250 долларов пачка. 250. Ну, у меня пока много, так что я позже зайду, как надо будет. 250! Если 3 возьмёте, в принципе, по сотке отдам. Потому что каракалы кончаются. Ладно, давайте 3. Так, мне надо за наличку, наверное, сбегать. А, вы можете, в принципе, меня перевести. Короче, до банкомата я пошёл. Да, есть банкомат, есть. Отлично. Так, 331. Перевод. Кому? Я не знаю, если мы напишем вот так вот Олив. О, реально, смотрите, вписал его. Вы перевели? 300 в размере так. Всё, мы его перевели. Обалдеть, тут получается вот так вот надо к банкомату ходить. Тут не команда какая-то, типа, пей, что-то такое. Тут надо реально к банкомату подбежать и перевести деньги. Обалдеть. Так, давайте тогда последнюю пачку добьём её уже. Не знаю, в чём прикол, зачем покупать сигарету. В чём прикол, как курить, я не понимаю. Какой от них профит, в общем, может быть? Я 300 баксов на что потратил. Так, ну что, деньги пришли? Да, да, точно. Так, а можно ещё ваш паспорт обыкнуть? Паспорт? Что, без паспорта никак? Ну, вы чё-то и кабачкин греете. Вот, смотри. Так, ага, Джон Джонсон. Всё. Так, ваши три паспортички, и кофе. И кофе даже. Ну, спасибо. А сейчас посмотрим, что там за магазинчик. Это то, что там какой-то, какая-то кафешка, где человек торгует. Это меня очень удивило. Вот это тоже, как будто, тоже какой-то бизнес. Не просто магазин санит пись, а там то, что люди торгуют. Вот человек стоит прям. Так, есть тут кто? А, это он как раз торгует. Ну, здравствуйте. Суши. Здравствуйте. Ох, ох, ещё посмотрим. Всё, что тут есть, всё в наличии, да? Можем и на заказ приготовить. Ну, и сумма будет уже тугая. Могу посоветовать вам хуну гамбургер. Гамбургер. Ну, давай гамбургер. Давай. Пока будет готовиться, я сейчас гоняю, переведу деньги. Можешь карту сказать? Ну, хорошо, тут банкомат рядом. Хотя можно снять. Давайте снимем. Давайте снимем. Давайте ему даже 300 дадим. Сколько там? 250 гамбургер стоит, да? Ему на чай оставил. Блин, я все деньги потратил. Ну, не знаю, ну, чего торгует? Вот надо его похвалить. Вот это вам. Я принёс наличку, это вам на чай там. 50 бакс. Вот ваш заказ. Ну, смузи можете взять тоже. За счёт заведения. Спасибо. Угощаю вас. Ой, хорошо. А клубничка в конце вообще прекрасна. Спасибо большое. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Блин, наобалдеть, конечно. Молодцы. Тут у ребят реально какая-то своя экосистема. Ну что, ребята. Всем большое спасибо за просмотр. Я думаю, на этом серии можно закончить. Встретимся мы в новом видосе. Обязательно ставьте лайк, если вы хотите увидеть продолжение на этом проекте. Потому что у нас получилось продолжение. Видите, я с той же майкой очутился совсем. Непонятно, как эта штуковина происходила на корабле. Я буду смотреть ваши комментарии, что вы скажете по этому поводу. Это вообще какая-то жесть была. Всем удачи, ребята. И до скорых встреч.